Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и мы видим новые рекорды на рынке. Nvidia потеряла 212 миллиардов долларов рыночной капитализации за сутки. И это второй в истории фондового рынка дневной убыток. Первый принадлежит компании Meta, Facebook. В феврале 2022 она потеряла 232 миллиарда долларов. Индекс великолепной семерки потерял 934 миллиарда долларов капитализации за неделю. А также он упал ниже 50-дневной среднескользящей впервые с октября 2023-го, а это основная линия поддержки для этого индекса. Но кроме этого, эта неделя будет неделей отчетов о доходах других крупных компаний. Microsoft, Google, Tesla, Meta. 20% компаний из индекса S&P 500 отчитаются о своих доходах на этой неделе. Если эти отчеты не понравятся рынку, мы можем увидеть еще один поход вниз на фондовом рынке, который может потянуть и криптовалютный рынок за собой. Если же они будут позитивными, мы увидим отскок цены вверх. Кроме этого, нас ожидает еще несколько ключевых событий для рынка на этой неделе. Например, это отчеты о ВВП США за первый квартал 2024-го и инфляция PCE. Рынок настолько сильно испугался рекордного падения Nvidia, что произошло вот это. Мы наблюдаем самый высокий интерес шорт-позиции или позиции на продажу на данный момент. Он даже выше, чем в октябре 2023-го. Кстати, что интересно заметить, именно в октябре 2023-го и было дно криптовалютного рынка. Вот такое совпадение. Рынок боится не только того, что Nvidia и другие технокомпании спускают в воздухе с колес индекса S&P 500, но также и новой войны и повышения процентных ставок, о котором заговорила ФРС США. Рынок ужаснулся израильскому удару по Ирану, иранскому удару по Израилю, и биткоин сразу же упал на 10% после этого. S&P 500 тоже упал, технокомпании тоже упали, особенно Nvidia. Но вот что было после того, как Россия вторглась в Украину. Мы видели коллапсы и S&P 500 и биткоина. Но затем рынки восстановились и даже выросли вдвое больше, чем были до этого события. Теперь мы видим рекордный интерес на короткие позиции на рынке S&P 500 из-за страха новой войны. Но стоит ли пугаться этого? Или это просто обычная коррекция рынка? Об этом, а также и о биткоине я расскажу в сегодняшнем отчете, посвященном макроэкономике, криптовалютам, акциям и средиевым товарам. Это будет большое видео, поэтому тайм-коды я оставлю в описании. И если тебе понравится это видео или ты найдешь в нем что-то интересное и полезное, не забудь поддержать его лайком. Это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. Мы наконец-таки достигли этих 300 тысяч подписчиков. Это очень круто. Большое спасибо за такую поддержку. И начнем с технокомпаний. С компаний, которые связаны с полупроводниками, чипами и искусственным интеллектом. Основные компании в этой сфере падают. Nvidia упала более чем на 10%. SMCI упал более чем на 20%. И в итоге за один день Nvidia потеряла целую рыночную капитализацию другой компании AMD. Да, и это довольно дико. Я думаю, что учитывая количество событий на этой неделе, она тоже станет довольно дикой для рынков. Так как нас ожидает неделя отчетностей от других крупных компаний. Вот, кстати говоря, расписание на эту неделю. Инвесторы у Wall Street ожидают вялого сезона прибыли. И надеются в основном на сектор искусственного интеллекта и Nvidia, несмотря на большое падение ее акций. Они ожидают рост прибыли компании великолепной семерки, в которую входят Apple, Amazon, Nvidia и другие на 38% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Если эта цифра в реальности окажется меньше, коррекция на рынке может продолжиться. И наоборот, если она окажется выше, рынки воспримут это оптимистично. На этом фоне давай поговорим о коррекциях, потому что когда они случаются обычно, никто не хочет покупать. Вот в чем дело. Просто обычная коррекция всегда будет ощущаться иначе, когда она коснется лично тебя. Это очень важная цитата, которая намекает на то, что у тебя всегда должен быть план, что делать дальше. Давай разберемся, так ли все плохо, как кажется. Индекс доллара. Очень важная метрика для рынков, ведь усиление доллара равно ослаблению рынков. Сейчас на усиление доллара влияет геополитическая неопределенность и заявление чиновников РС США о поднятии процентной ставки. И мы видим, что сейчас он на грани прорыва основной линии сопротивления. И если этот прорыв будет совершен, мы можем увидеть рост индекса доллара до 113 и 115 пунктов. Это может привести к тому, что биткоин сходит в эту зону ликвидности между 200-дневной и 100-дневной средними скользящими. Это краткая или среднесрочная перспектива. Но давай посмотрим на более длинную дистанцию. Это рынок полупроводников. Он дает нам хорошие инсайды. Ведь за последние 10 лет только 3 из 10 апрелей в прошлом для этого рынка были позитивными. Это означает, что в апреле этот рынок рос только в 30% случаев. Изменится ли это в мае? Очевидно, что да. Ведь в начале мая, как мы видим вот здесь, наступает бычий период для полупроводников. В мае они растут в 90% случаев исторически. Кроме этого, один из самых сильных месяцев в году для рынка полупроводников – это ноябрь. Он является первым по силе, а вторым по силе является май. Почему так происходит? Во многом это связано с приближающимися отчетами о прибылях, которые обычно хвастаются хорошими результатами. Должен добавить, что успехи полупроводников и компаний, которые с ними связаны, сильно влияют и на развитие искусственного интеллекта, а также компаний и даже криптовалют, которые с ними связаны. Кроме этого, чтобы ты понимал роль NVIDIA в этой сфере, вот какую долю доходов она занимает среди 7 крупнейших компаний в этой сфере. Именно поэтому ее восстановление даст большой толчок S&P 500 и и сфере, и криптовалютам, связанным с ИИ. Нам также стоит обратить внимание и на этот график. Это график от Bank of America. И по их оценкам мы находимся на очередном, довольно продолжительном и приличном подъеме для искусственного интеллекта. Или в данном случае для акций полупроводниковых компаний. На самом деле их прогноз для искусственного интеллекта довольно хорош вплоть до 2026 года, когда мы уже начинаем видеть небольшой спад. И такое уже случалось раньше. Несколько раз мы наблюдали распродажи в течение 4 или 5 кварталов. Эти распродажи составляли от 6% до 21%. А затем мы видели потенциал хорошего роста здесь и здесь на протяжении 10 кварталов. И сейчас мы видим хороший прогноз на период по крайней мере до 2025. Означает ли это, что нам следует покупать большие коррекции на рынке? Давай посмотрим на статистику от Уэйна. Оказывается, когда у нас плохой месяц, а это апрель, закрывается в минус, результаты рынка спустя полгода, вот они в этой колонке, оказывались благоприятными. На данный момент апрель уже в минусе на минус 5,46%. Иными словами, красный апрель равно зеленый рынок спустя полгода после этого, особенно в год выборов. Из 30 последних лет рынок был зеленым спустя 6 месяцев после красного апреля в 27 случаях. И только в трех случаях красный. Итак, сейчас апрель в минусе на 5,46%. Но некоторые основные модели уже говорят о том, что рынок перепродан. Значения перепроданности достигли значений, которых мы не видели с октября 2022. В прошлые разы, когда мы находились на таких низких уровнях по этой метрике, мы видели, как рынок отскакивал. Хоть и иногда это было отскоком дохлой кошки, но он отскакивал. Еще одна метрика. Еще одна метрика – это осциллятор МакКлеллана, AD. Мы видим, что на падении рынка этот осциллятор начал расти. Вот рынок упал, и осциллятор начал расти. Что это означает? Это означает, что больше акций накапливают, чем продают. Кроме этого, по сравнению с несколькими неделями ранее, ситуация сейчас лучше. Сезонность сейчас в пользу быков. Означает ли это, что нас ожидает немедленный рост? Вряд ли. Вот что более вероятно, и это совпадает с сезонностью. Это опционы на S&P 500, и мы видим, что мы находимся в зоне, которую быкам очень сложно удержать. Мы находимся на уровнях, где наблюдается основная стена пуд опционов, то есть опционов на продажу. В остальные дни мы видим эту стену приблизительно на тех же уровнях. От 4967 до 4900. И если мы удержимся ниже 4975 в течение понедельника, то есть ниже вот этого уровня, где сейчас основная стена, то мы можем увидеть коридорное движение в этом диапазоне. Учитывая, что оно будет очень прибыльным для большинства пуд опционов, трейдеры могут попытаться удержать это коридорное движение. Вот что напоминает это потенциальное коридорное движение, когда цена падает и растет в пределах одного диапазона. Это же сезонность выборных годов в США. Мы и должны находиться в подобном боковом движении, вот здесь, с апреля по июнь. Что поражает еще больше, так это то, что сезонность выборных годов говорит нам о том, что с апреля должно пройти около 6 месяцев, чтобы рынок начал показывать хороший рост. Мы ведь видели это и в этой таблице. В 27 случаях из 30 последних так и происходило. 6 месяцев спустя после красного апреля рынок зеленел. Но это не означает, что коридор будет нешироким и больших падений вплоть до 20 и даже 40% на этом пути не будет. Наоборот. Посмотри на этот график. Если судить по коэффициенту PE ratio, мы еще не находимся в точке, которая оказалась бы фантастической для покупки. Этот индикатор показывает отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию. Средне историческое значение составляет обычно около 15 пунктов, но для S&P 500 около 17. То есть, если индикатор для конкретной компании находится в диапазоне от 0 до 17, ее акции недооцененные. Если же от 17 и выше до 24, то ее акции переоцененные. И сейчас этот индикатор чуть ниже 20. Это значит, что коррекция на рынке еще имеет перспективу на продолжение. Когда этот индикатор опустится в этот диапазон, наступит идеальное место для покупки. Опять же, все очень сильно зависит от отчетов о доходах на этой неделе. Напомню, ожидается, что сезон доходности покажет 38% рост прибыли по сравнению с прошлым годом. И если будет ниже, то, скорее всего, рынок продолжит корректироваться. Давай посмотрим, куда на самом деле сместились настроения. Как правило, во время распродаж на рынках настроение переходит от бычьих к медвежьим. И ты можешь заметить, что часто, когда цена уже растет после стремительного падения, настроения все еще остаются медвежьими. В данном случае же индикатор еще остается зеленым, несмотря на падение рынка. Хорошо бы увидеть, что этот индикатор стал красным. Ведь тогда станет понятно, что коррекция подходит к концу. Большинство этих отчетов составляется по состоянию на вторник, а сегодня понедельник. Поэтому мы получаем несколько заторможенные данные. Но я предполагаю, что этот индикатор к завтрашнему дню уже успеет покраснеть. А здесь мы видим, что мы уже переходим от экстремальной перекупленности к экстремальной перепроданности. И нам не обязательно ждать достижения этих нижних красных уровней. Достаточно будет увидеть пересечение с нулевым уровнем для того, чтобы начинать делать DCA, долларово усредняться по своим позициям. Обычно достижения нулевого уровня достаточно. Касания красных уровней происходят только во времена каких-то нестандартных потрясений, от которых кровь стыла в жилах всего человечества. Давай посмотрим, является ли эта коррекция нормальной для выборных годов. Как оказалось, да. Это вполне нормально, когда коррекция составляет от 6 и даже до 48%. И когда у нас начинается грандиозная избирательная кампания, это вполне нормально увидеть большой забег рынка, а затем крупную распродажу. Которая заканчивается обычно под конец мая, начало июня. После чего мы видим невероятный, впечатляющий буллран. Поэтому нужно мыслить периодами хотя бы в 6 месяцев, чтобы не поддаваться на эмоциональную краткосрочную раскачку. Так что да, этот период времени, выборный год, вполне должен сопровождаться коррекцией. И как мы видим, мы это и делаем. Ты можешь сказать, ну это напряженность на Ближнем Востоке и высокие процентные ставки могут сорвать потенциальный рост в ближайшее время. И я бы с этим не согласился. Ведь как по мне, причиной возможного падения в апреле и до конца мая могут оказаться очень плохие отчеты о доходах компаний. Если большинство технологических компаний отчитаются о плохом квартале, рынки еще немного пострадают. Но в целом, на длинной дистанции, рынок S&P 500 находится в мультицикле, который продлится до 2026 года минимум. Итак, на краткосроке и вплоть до конца мая мы еще можем увидеть коррекцию на рынке. Но является ли это чем-то большим, чем просто коррекцией? 5 пунктов из 7 говорит, что нет. Два пункта, которые нам нужно исправить. Это первое, вернуть график великолепной семерки выше 50-дневной скользящей. Это будет бычий сигнал. И второе, вернуть Core Leadership Model выше 0%. Так что не стоит паниковать, но зато стоит обратить свое внимание на это. Это отчеты Goldman Sachs. Мы видим, что руководители компаний SEO будут использовать часть денег для размещения в различные направления. Для инвестиций, для дивидендов, для выкупа акций, приобретения других компаний и так далее. Мы видим рост по всем этим направлениям на 6%, 13%, 9%, 15%, в целом на 9%. Это будет очень хорошо для экономики. Уверенность руководителей компаний впервые за долгое время превысила 50%. В последний раз мы видели такое в конце 2020-го. Прямо перед 2021-м, когда биткоин вырос до 69 тысяч долларов. И хотя эта уверенность может не задержаться выше 50%, доверие руководителей может иметь значение. Ведь когда оно резко снижается, это значит, что рецессия не за горами, по их мнению. Конечно, они еще те манипуляторы и достаточно коварны, чтобы всех обманывать, например, в 2000-м году, в 2008-м году и так далее. Когда мы временно поднялись выше 50%, но сразу же ушли вниз. Но это было после того, как мы уже продолжительное время до этого падали. Здесь же такого не было. Что же мы видим? Мы видим рост уверенности руководителей компаний. Мы видим, что они готовы тратить на 9% больше в инвестиции, обратные выкупы акций и так далее. Это будет очень хорошо для рынка, ведь это будет хороший приток ликвидности. А нам нужен всплеск ликвидности для продолжения роста биткоин. На этом графике мы видим, что этот цикл ликвидности только начался. Пики циклов биткоина вот здесь, вот здесь, вот здесь совпадают с пиками цикла ликвидности. Это красные точки. Пока что красные точки в этом цикле мы не видели. ФРС США сейчас держит ликвидность на поводке, не давая ей ни расти, ни падать. Например, с помощью выпуска преимущественно краткосрочных долговых обязательств на полтриллиона долларов. Они это делают для поддержки хрупкого рынка. Не для его роста, не для его падения, а пока что только для поддержки. То есть рынок будет находиться в каком-то боковике. Здесь мы видим циклы биткоина. Самый первый цикл от блока Генезис, это самый первый блок в блокчейне биткоина, до 2011 года. Цикл от 2011 до 2015, от 2015 до 2018, от 2018 до 2022. И наконец-таки наш цикл, в котором мы находимся сейчас. И мы находимся в этой точке. Вот здесь мы находимся. И вот что будет впереди. Однако, вот сюда, на вот этот пик, мы можем попасть совсем не так, как все думают или ожидают. Нас будет ожидать хаос по пути. Нас будет ожидать волатильность, дикие скачки и падения. Но направление движения известно. Крахи вокруг халвинга, это золотые возможности, пишет Нистей. Как тебе вот это падение во втором халвинг-цикле после халвинга? Готов ли ты к такому же падению вот здесь после этого халвинга? Тем более, что движения здесь, 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 здесь и здесь очень похожи. То есть четвертый халвинг-цикл очень сильно похож на второй. Также мы видим, что вершины RSI с каждым новым циклом все ниже и ниже. Если мы продлим этот тренд, то похоже, что новый пик этого цикла может произойти вот здесь. При достижении RSI этой линии сопротивления. Это еще до завершения 2025-го. Это утверждение совпадает с теорией ускоренного левостороннего цикла. Гонконг одобрил заявку на спотовый биткоин и эфириум ETF в 2024-м. Но вот что я нашел из 2023-го года. Я считаю, что Китай и Азия в целом будут способствовать следующему по ходу цены вверх. Потребуется немало времени, чтобы растопить цинизм Запада по отношению к криптопространству. Но Восток уже поднимается и стремится к гибкости, пишет он. Тебе следует тусоваться в китайских социальных сетях и чатах, например, вичет. Ведь многие будущие пампы будут на монетах, о которых никто из нашего привычного круга, Twitter, YouTube, Telegram, не знает. Интересно, 9 января 2023-го и уже в апреле 2024-го Гонконг одобряет спотовые биткоины ETF-ы, спотовые эфириум ETF-ы. И вслед за ним это собираются сделать Южная Корея, Сингапур, Япония, как говорит 21Shares. Это одни из самых больших и богатых рынков в Азии. Так что это будет очень масштабно для криптовалютного рынка. И я сейчас вижу, что многие скептически к этому относятся и говорят, что там небольшой рынок в 5 миллиардов долларов. Это неправда. Ведь мало кто из тех, кто так говорит, заметили следующее. Спотовый биткоин ETF в Гонконге будет первым in-kind ETF-ом. Что это вообще значит? Это значит, что ты можешь внести свой биткоин, не облагаемый налогом, и взять кредит под свою позицию в ETF-е в банке. Представь себе, что ты можешь легко занять 50% стоимости своего биткоина без налогообложения для того, чтобы купить еще больше биткоинов с помощью спотового биткоин ETF-а в Азии. Вот что такое спотовый in-kind биткоин ETF в Гонконге. Это совсем не то, что в США. По консервативным оценкам, этот рынок оценивается в десятки и даже сотни миллиардов долларов. Мало кто из живущих ожидает то, что грядет. Меня зовут Богатейший Ди. И мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok